МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Здравствуйте! Ребята, вы меня слышите? Да! Вот как раз с этого слова я хотел начать сегодняшнюю лекцию. А как это вы меня слышите? Я же вас не трогаю. Как же вы услышали, что я сказал здравствуйте? Вот с помощью ушей. Вот сегодняшняя наша лекция как раз этому посвящена. Она называется «В мире звука». Итак, что же такое звук? Вот как вы себе представляете? Вы очень легко говорите. Звук – это вот мы с помощью ушей. А что с помощью ушей? Я не очень понимаю. Итак, давайте вопрос зададим себе. Что такое звук? Давай. Звук – это? Это вибрирование воздуха. Еще кто скажет? Ну, вот ты еще. Громко. Звук – это вибрация. Звук – это вибрация. Окей. Давайте посмотрим вот сюда. Первое, что мы должны с вами задать вопрос – как это так? От меня передается вам, как вы сказали, вибрация. Как это? Ведь я ничего вроде… Вроде я же ничего не трясу. Или я что-то трясу, если вы говорите вибрация. Воздух. Вот давайте сначала сюда взглянем. Вот у меня там нарисована пружина, которая вам известна всем. У кого такая дома пружина есть? Вот. Смотрите. Вы дома можете сделать такой опыт. Вот, смотрите. Я сейчас вот так делаю. Вы видите, что по пружине что-то бежит? Да. А что бежит? Волна. Ну, волна. Что-то… Я такого слова не знаю. Как вибрация. А вот сейчас, смотрите, что сейчас по концу бежит. Смотрите. Вот смотрите. Вот это что такое? А вот смотрите, что происходит. Я вот этот конец, я вот этот конец пружины двигаю вперед. Вот его, пока вот это место вот здесь вот я закреплю. Смотрите. Я двигаю вперед. Что происходит с пружиной? Сжимается. Правильно. Она сжалась здесь. Потом… Куда дальше сжатие передается? К следующим виткам. Потом следующие витки сжались, распрямились, передалось сжатие следующим виткам. И вот так происходит. Смотрите. Бежит место сжатия. Согласны? Вот вы это увидели. Витки пружины ближе стали, и они перемещаются по пружине. Вот здесь у меня на рисунке показано сжатие и растяжение. Вот смотрите. Область сжатия и область разрежения пружины. И вот эти области двигаются по нашему телу. Вот поэтому по этой пружине. Между нами располагается воздух. А я могу считать, что воздух – это примерно вот как пружина. Ну, невидимая. Нет, не проводник. А пружина невидимая. Невидимая пружина. Когда я сжимаю здесь воздух, образуется сжатие его. Это сжатие передается в следующей части воздуха. Снова сжатие. Эта часть воздуха передает следующий. И так далее. И вот эти сжатия распространяются и доходят до вашего уха. Следующий вопрос. А как же вы слышите, что к вам дошли сжатия? Здесь сжатие я вижу. А как я слышу? Вот давайте пару слов буквально скажем о том, как наше ухо устроено. В нашем ухе, вот смотрите, вот у нас это место называется наружный слуховой проход. И там внутри у нас очень важный элемент стоит. Барабанная перепонка. Она из себя… Перепонка. Правильно, перепонка. То есть это вот такая очень тоненькая пленка, которая вот тут перегораживает вот этот слуховой проход. Перегораживает. Если теперь… Зачем? Сжатие… Вот я и говорю, зачем. Сжатие воздуха подошло к этой перепонке и надавило на перепонку. Что она сделает? Она прогнется вот так. Если наоборот, вот в этом месте, вот в этом месте возникнет разрежение воздуха, тогда воздух, который находится внутри головы, внутри головы, вот в этой камере, выгнет перепонку в другую сторону. И получается, что когда я вам посылаю сжатие и разрежение воздуха, у вас перепонка то выгибается в одну сторону, то в другую, то в одну, то в другую. Вот она начинает вот так вибрировать, как у барабана или как струна, например. Вот так она начинает вибрировать. А что дальше? Ну а дальше вот эти вибрации, вот смотрите, к перепонке косточки специальные присоединены. Вот целый набор этих косточек. Эти косточки передают вот эту вибрацию, вот это колебание, вот в такое устройство, там у нас внутри хитрое, к которому прикреплен слуховой нерв. А слуховой нерв уже улавливает колебания вот этой вот части. То есть эта часть вслед за перепонкой трясется, и через слуховой нерв нам в голову поступает сигнал, что идет звук. А вот смотрите, у нас есть очень интересная штука внутри уха. Сделайте такой опыт, все делаем опыт. Затыкаем носы и глотаем. Вы слышите меня хуже? Заткнули нос и глотнули? Немного. Не надо воздух набирать, просто заткнул нос и глотнул. И уши закладывает. Да. Да? А что это такое произошло? Нет. Вот смотрите, какой интересный у нас имеется внутри аппарат. Евстахиевая труба. Вот кто-нибудь из вас ощущал такое явление в лифте? Вот вы, например, дома, высокий дом, и вы должны подняться на девятый этаж. И когда поднимаешься на девятый этаж, уши закладывает. Да. Было? Да. А что надо сделать, чтобы уши отложило? Нет. Нет. Надо глотнуть. Не проглотить, а глотнуть. Правильно? Надо глотнуть. А чего? А почему? Ну, просто вот так сглотнуть и все. Слюну. А почему? Смотрите, какое интересное явление здесь происходит. Вот это внутреннее ухо, вот эта внутренняя часть, внутренняя полость, она должна быть такой же точно, как и наружнее по давлению. Давление одинаково должно быть. Если у вас внутри давление изменилось, у вас перепонка изогнется, станет натянутой, и вы плохо слышите. Для того, чтобы уравнять давление вот в этой полости и в этой, у вас имеется евстахиевая труба, которая соединяется с носоглоткой внутри там. И когда вы глотаете, у вас воздух попадает в эту полость, и выравнивается давление, и перепоночка снова становится в ровное положение. То есть, чтобы перепоночку в ровное положение поставить, вам нужно вот это устройство, евстахиевая труба. Итак, вот эти сжатия и растяжения попадают к нам, сжатия и разряжения попадают к нам в ухо, и мы слышим звук. А как возникает звук? Вот давайте поговорим о том, как возникает звук. Ну вот у меня имеется несколько устройств, которые называются камертон. Во! Вот такой, например. Или вот такой. Вот это камертоны. Ну посмотрим, из чего они состоят. Смотрите. И железный. Железный, да. Стальной. Стальной. Вот такая вилка стальная. И у нее вот такие длинные. Длинные усы, назову я это. Если я сейчас ударю. Слышите звук? Да. Ну слабый, да? Да. Ну, я его могу и посильнее, конечно, сделать. Я просто его вот так вот. Слышите, да? У меня есть другой камертон, который вы сейчас хорошо услышите. Во! Так. Ну вот давайте задумаемся над вопросом, а почему он звук издает? Вы сказали, и мы с вами выяснили, что звук – это вибрация. Правильно? Да. А вы что, уверены, что он вибрирует? Да. А где он не вибрирует? Я ничего не вижу. Нет. Не вибрация. Он разве вибрирует? Да. Нет. Это не вибрация. Или вибрация. Нет, не вибрация. Понятно. Или вибрирует? Нет. Иван Николаевич. Вот Иван Николаевич, сейчас Иван Николаевич нам продемонстрирует, вибрирует он или нет. Вот смотрите, как мы это сделаем. Вот это чашечка. Не, не вставайте, вы сейчас тут вот все увидите. Вот чашечку возьмем. Чашечку. И нальем в эту чашечку воды. Сначала просто его окуните. Просто его. Ну вот посмотрим. Сейчас Иван Николаевич в воду окунет. Вот, видите, это лапки камертона. А теперь мы звук создадим и опустим. О, тут что вы? Вредно. О, а-а-а-а! А-а-а! 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 Вопрос. А почему вдруг возникли капли? А, то есть лапки камертона совершают вот такие движения, вот такие, не вот такие, вот так они, вот так, и тем самым разбрасывают воду. Вот посмотрите, что происходит. У вас, когда камертон совершает вот такие движения, он воздух то раздвигает, то притягивает к себе, то раздвигает, то притягивает к себе. И посмотрите, что у вас возникают, у нас возникают области, где воздух сжат и где воздух разрежен. Разрежен, сжат, разрежен, сжат, разрежен. Вот эти области движутся к вам в ухо. А, кстати, с какой скоростью вот эти области двигаются сжатие и раздрежение? Как быстро? 300 за одну секунду. Вот эти области пролетают 300 метров. 300 метров за одну секунду. И попадают к вам в ухо. Итак, для возникновения звука нам нужно колеблющееся тело обязательно. Что-то должно совершать колебание. Ну, вот смотрите. Вы слышите, как я совершаю колебания? Нет. А почему нет? Я же делаю сжатие и разрежение. Колебания нет. Оказывается, чтобы услышало наше ухо вот эти сжатие и разрежение, нам надо совершать вот такие движения не меньше, чем 20 раз в секунду. В одну секунду. 20 раз. И-э-э-э-э. Самый, кто быстро машет рукой, это не больше 5 раз в секунду. А вам надо 20. А вот этот камертон совершает в одну секунду 440 раз колебаний. За одну секунду 440 раз. А вот этот большой камертон, вот этот большой, он совершает, он совершает 270 раз в секунду меньше. А как вы думаете, а почему он меньше, а совершает? Потому что он больше. Правильно, потому что он больше. У вас есть телефоны? Да! Когда я был в вашем возрасте... Когда я был... Нет, я не хочу сказать, телефонов не было. Когда я был в вашем возрасте, мы с моими друзьями во дворе жили в соседних домах. Вот наше, мое окно, через дорогу было окно моего друга. И у нас была мечта, как наладить между нами телефонную связь, чтобы мы могли друг другу позвонить. И вот мы прочитали тогда в книжке, что можно построить веревочный телефон. Вот я его построил вам здесь. Раньше мы использовали спичечные коробки, а сейчас у нас есть пластиковые стаканы. Вот сейчас я поставлю эксперимент, потом попробуем его объяснить. Для этого нам нужен один... Садитесь. Конкурс на этот эксперимент я польщен. Один человек... 200 человек на одно место. Вы представляете, какой конкурс? Смотрите, что я сейчас сделаю. Ты должна смотреть туда. Ладно, вот стой вот так и смотри в зал. Я тебе скажу цифру. Один. Ты подними один пальчик. Сможешь? Один. Два. Три. Молодец. А теперь я ей по телефону сообщу цифру. На меня не смотри. И сразу поднимешь пальцы. Два. Три. Четыре. Пять. Один. Вы видите, как я ей передаю? Я показываю число, которое я ей сообщаю. Как тебя звать? Как тебя звать? Как тебя звать? Повтори. Повтори. Альбина? Сабина. А, Сабина. Она сказала ее звать? Ну, Сабина, Альбина, вы очень шумите, я не разобрал. Сейчас я еще спрошу у нее. Тише, пожалуйста. Еще. Как звать ее маму? Тихо. Тихо. Как звать твоего папу? Наиль звать ее папу. Правильно? Садись. Вот, смотрите, я рассказывал, что звук – это передача сжатий, растяжений. А здесь, вот в этом телефоне, как передается сжатие и растяжение? По воздуху или нет? По воздуху. А может, по воздуху? А может, по воздуху? А кто мне докажет, что не по воздуху? Вот это. Давай, громко. Потому что есть место воздух, берем, через берем, не дает слух. Это утверждение правильное, но это не объясняет, не дает ответ на вопрос, почему не по воздуху. Вот я уверен, что по воздуху. А вы что-то к веревке привязались. Ну, уберу я ее сейчас. Ну, и что стакан? Я могу сейчас вот так сказать. Иван Николаевич, вы меня слышите? Ну, вот вам и не по веревке. Тихо, громко. Я считаю, что это растяжение этой веревки. Ну, ты считаешь, что растяжение веревки, а я считаю, что по воздуху. По воздуху. Колебания по воздуху. Нет. Еще раз смотрите опыт. Я Ивану Николаевичу передам число пальцев. Вы смотрите туда. Два. Два. Два пальца. Откуда вы знаете, что я передал ему звук по веревке, а не по воздуху? Давай. Тихо. Веревка натянута, и звук передается по веревке. Я опять говорю. Не по веревке, а по воздуху. Вот там, тихо. Окей. Стаканчик ограничивает передвижение воздуха. Вы меня сейчас слышите? Да. Но ведь стаканчик ограничивает передвижение по воздуху. Нет. Окей. Время нет. Это домашнее задание будет. Но подсказку я вам скажу. Вы же слышите? Вы, когда я говорил Ивану Николаевичу, потихоньку. Вы же меня не слышали? Если бы это было по воздуху, тогда бы услышали все. А слышит только он. Значит, это не по воздуху. Так. Окей. Внимательно. Внимательно. Так. Вы любите котык? Да. Значит, после того, как вы выпьете котык, вы куда деваете эту баночку? Выбрасывать нельзя. Надо сдавать в специальные ящики, где полиэтиленовая тара. Но вы не должны этого делать, потому что этот стаканчик вам поможет очень много понять физических явлений. Первое это явление, как возникает звук. Вы должны сделать следующее. Взять небольшой кусочек спички, привязать веревочку, сделать дырочку в стаканчике и вытащить. А теперь, смочив пальцы, намочив. Вы должны весь, внимание, весь класс должен сделать такие стаканчики, спрятать их под парту. И когда учительница зайдет, все должны, учительница по физике, все должны сделать вот так. Это будет для учителя, это будет большая награда. Большая награда. Садись, там сзади не видно. Большая награда. Садись, там сзади не видно. Подсказка будет сейчас. Опыт смотрим. Тихо. Тишина. Мы немножко воды добавим в стаканчик. Немножечко воды добавим. Так. Смотрите на тень. На тень от стаканчика на экране. Вся вода вылилась. А почему вода выливается? А кто вибрирует? Нет. Нет. Кто вибрирует? Нет. А? Нет. А что вибрирует? Стакан вибрирует. Дно стакана вибрирует. А что такое поющая трубка? У кого дома есть такая трубка? Значит, вы должны сделать такой опыт. Смотрите. Почему трубка поет? А? Давай. Потому что... Он говорит, потому что во время движения издается звук. Правильно. Почему звук издается? А? Смотрите. Еще один эксперимент я поставлю. Вы говорите. Звук издается, потому что там есть воздух. Нет. Хорошо. Я закрою один конец. Там есть воздух? Нет. Нет. А звука нет. А звука нет. Вот он правильно говорит. Наверное, потому что из этой трубки, когда она вращается, я ничего не закрываю, выходит воздух. Правильно. Хорошо. Вот я сейчас дую в трубку. Из нее воздух выходит, а звука нет. Почему? Пишем домашнее задание. Почему из вращающейся трубки... Почему вращающаяся трубка создает звук? Домашнее задание записали или запомните? Теперь давайте поговорим про сложение звуков. Сложение звуков. Вот в вашей аудитории звуки складываются от многих студентов, от многих. И все они создают такой хаос и шум, и мы ничего не слышим о том, что здесь говорится. Но есть очень интересные явления, связанные со сложением звуков. Ну, первое я хотел сказать. Я буду говорить такое, звуковой тон. Звуковой тон. Что это такое, звуковой тон? Вот мы с вами уже... Мы с вами уже видели. Вот у этого камертона звук вот такой. А у другого камертона вот такой тон. Более низкий. Вот у этого такой. Вот если звук более низкий, говорят низкий тон. А если звук более высокий, вот такой, более тонкий, говорят высокий тон. То есть тон кто-нибудь может низким тоном пропеть. Вот. А высоким? Вот. Вы продемонстрировали сейчас громкость звука. Громкость. То есть громче звук или тише звук. А я прошу вас продемонстрировать тон. Сейчас я вам его покажу. У нас есть специальный прибор. Специальный прибор, у которого тон может меняться. А вот здесь вы можете прочитать определенные цифры. Чем больше цифра, тем выше тон. Пожалуйста, включаем. Сейчас тон в условных цифрах 69. Громкость добавим. Дальше. Дальше. Вот. Тысяча. Тысяча сейчас. А две тысячи? Две тысячи. Окей, хорош. Теперь тыщу поставьте. Тысяча. Вот смотрите. Сейчас я сделаю такой опыт. Опыт, который мы вам покажем. Называется фигуры хладни. Посмотрите вот сюда. Сейчас я вам покажу. У меня есть стальная пластинка, в которой я могу создавать звук с помощью нее. Она начинает вибрировать и создается звук. Я сейчас на поверхности этой пластинки насыплю песок. Речной песок, который мы просеяли, и он такой очень мелкий оказался. Вот мы его сыпем. Так. И теперь смычком аккуратно проведем по этой пластинке, чтобы создать звук. Смотрите, что возникло. Ну-ка, еще раз. Тихо. Еще раз. Смотрите, другая фигура. А как возникла эта фигура? У вас произошло такое. Когда, Иван Николаевич? Песок вывели, вибрирует. Когда Иван Николаевич вел смычком по одному краю этой пластинки, пластинка начала вибрировать, издавая звук. Но вибрирует она очень хитро. У нее одни части поднимаются, другие опускаются. Вот так происходит колебания этой пластинки. А здесь по-другому. А здесь по-третьему. И получилась такая ситуация, что одна часть поднимается, другая опускается, а между ними область стоит на месте. И песок туда свалился. То есть там, где лежит песок, там пластинка не колеблется. Колебаний нету. И эта точка не издает звук. Вот сейчас такую картину мы пронаблюдаем нашими ушами. Что вы должны сделать? Внимание! Слушаем внимательно. Сейчас мы включим звук. Мы включим звук. И из вот этого динамика звук пойдет в аудиторию. Это как будто бы вот здесь смычком Иван Николаевич вводит. Звук будет отражаться от стенок, складываться. И в каких-то местах мы увидим, точки не колеблется совсем звука. Звука не будет. А в каких-то будет очень громко. Как это определить? Мы же не видим здесь звук. Мы должны зажать одно ухо. Их сколько у вас? Выберите любое. Глаза могут быть открыты. Закройте одно ухо. И сделайте такое движение. А потом скажите, что вы слышали. Давай, включаем. Вот так. Хорош. Выключим. Кто слышал что-то интересное? Да. Что? Да. А? Писклявый голос – это можно и не качать голову. Да. Плохо слышу. А, вот он наблюдал очень здорово. Он говорит, когда я вот качал головой, я слышал то громко, то тихо. Правильно? Да. Было такое? Да. Вот вы как раз и пронаблюдали вот такую фигурку. Ваше ухо было сначала в этой точке, где колебаний воздуха нет, и было тихо. Потом переехало ухо в другую точку, и вы услышали громко. Переехали в эту точку, услышали тихо. Вот так интересно складываются звуковые волны. А теперь другое интересное явление. Вот у меня имеется два камертона. Давайте этот. Вот смотрите. Вот один камертон. И вот второй камертон. Окей. А они одинаковые или нет? Нет. Ну, вы видите, что не одинаковые, потому что здесь вот что-то такая муфточка нацеплена. Вот тона у этих камертонов чуть-чуть разная. Но я думаю, что вряд ли кто-то из вас сможет отличить вот этот тон от вот этого тона. Я думаю, что не придумывайте. Я думаю, что не отличите. А вот теперь смотрите, что будет, если я вместе эти два камертона заставлю звучать. Между ними я поставлю микрофон, чтобы вы услышали более громко. Слышите разницу? А вот сейчас я сделаю эту разницу еще меньше. А теперь я сделаю их совсем одинаковые. Я уберу эту муфточку. Я могу вот таким способом настраивать, например, музыкальные инструменты, гитару. Если я не обладаю абсолютным слухом, то я могу настраивать гитару, используя вот это явление, когда складываются близкие тона. Возникает вот такой вот, вы слышали, громче и тише звук становится. Так, следующее интересное очень явление – это эффект Доплера. Кто слышал это? Это что такое было? И это называется… Смотрите, какая картина у меня сложилась. Еще раз. Нет, это не с громкостью связано, а связано с высотой тона. Вот если едет мотоциклист и все время в сигнале, то вы услышите примерно вот такой звук. Сначала он будет низкого тона, потом он будет… Смотрите, сначала он будет высокого тона, когда к вам едет мотоциклист навстречу. Это вот мальчик, который находится справа. Он слышит высокий тон, а после того, как машина мимо него проехала, он будет слышать низкий тон. То есть в зависимости от того, источник звука движется или покоится, вы будете слышать разный тон. Вот это называется эффектом Доплера. Давайте покажем опыт. Вот смотрите, сейчас мы какой опыт вам покажем. Мы возьмем источник и заставим его двигаться, этот источник. Слышно? Слышно? Да! Тише! Смотрите, какое интересное… Значит, если источник движется, то можно определить даже его скорость. Вот этот метод можно использовать, например, для измерения скорости кровотока в ваших сосудах. Смотрите, какой очень важный такой медицинский прибор. Он направляет звук к вам внутрь ваши сосуды, а звук отражается от движущегося потока крови. И по вот этому изменению тона звука, который вам направляют, можно говорить, какой у вас кровоток, хороший или плохой. Ну и, наконец, еще одно явление, которое называется резонанс. Внимание, послушаем. Это какой инструмент? Да! Правильно. Так, а вот это? Да! А вот это? Тише! Тише! Я ни одного слова не расслышу. Вон. Давай. Проверим. Она говорит, саксофон. О, точно. А это? Ничего не слышу. Тише, я ничего не слышу. Вон, мальчик. Давай. Флейта. А еще? А у тебя какая? Орган. Значит, у нас флейта, орган. Еще? Труба. Труба. Трубометаллический звон такой. Арфа. Арфа. Вот. Тише. Смотрите, какой мягкий звук. А вот теперь я задаю вопрос. А почему отличаются звуки, которые создаются разными инструментами? Потому что не слышал. Вот. Для этого мы должны с вами поговорить про явление резонанса. Это домашнее задание. Вы должны будете этим заниматься дома и на уроках. Но не здесь. Внимание. Что ж такое резонанс? Смотрите. Вот я сейчас опять возьму наш большой камертон и ударю по нему. И мы с вами слышали, что плохо слышно его. Если я струны просто так в воздухе натяну на рамку, то у меня звук будет очень плохой. Никакого сравнения с гитарой или со скрипкой у вас не будет. Но если я сейчас к этому звучащему камертону подсоединю дерево. Слышите громче? Становится громко. Вот здесь сделаю. Могу вот здесь сделать. Становится громче. Теперь я сделаю такой эксперимент. Смотрите, еще один. Вот это давайте. Еще раз с микрофоном. Смотрите, я беру два одинаковых микрофона и сделаю такую операцию. Я сейчас ударю по одному микрофону. А второй у меня... Трогать я его не буду. Давай. Слышите гудет? То есть получилось, что колебания от этого камертона передаются вот этому. Но вот передаются они очень хорошо, когда эти два колеблющихся тела имеют одинаковый тон звучания. Вот тогда будут они очень хорошо передаваться. Смотрите, я еще раз повторю. Еще раз. А есть ли у них разные тона звучания? Я могу для этого, например, взять, надеть муфточку. Мы с вами видели, что у меня тогда разные будут тона звучания. Смотрите, смотрите, еще раз. Его держите, не убирайте. Плохо передается. Плохо передается. Так вот, оказывается, вот эта форма гитары, например, это большая коробка. Она, вот этот воздух, который находится внутри гитары, он имеет тон такой же, как струна. И поэтому воздух внутри гитары начинает вибрировать и выходить из отверстия, и вы слышите. Вот примерно то, что здесь вот. Смотрите, вы, наверное, слышали такой вот звук наливающейся воды. Он становится тоньше, 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 да? А почему? Ну-ка еще раз. Ну-ка я еще раз. Смотрите, все тоньше и тоньше звук становится. Сейчас я сверху вот так буду лить. Повыше подними. Вот колебания, колебания воды, когда она падает, усиливается вот этим воздухом, который здесь находится. И если у меня этот столб начинает уменьшаться, то и звук, который мы слышим, тоже начинает изменять свой тон. Вот это явление называется резонансом. Как мы говорим буквы А, О, У, И? Что мы делаем? Вот, внимание, тише. Мы открываем рот. И чем буква А отличается от О? А, О. Мы меняем форму, да? То есть мы фактически меняем, мы меняем объем воздуха, который во рту. Вот это. Меняем. А, О. И поэтому возникают такие вот звуки. А, О, У. Вот смотрите, как может возникнуть резонанс и вот в такой системе чашечка. Очень слабые колебания. Которые у меня возникают при трении, из-за того, что они по тону такие же, как и тон вот этой чашки, из-за совпадения. У меня чашка начинает совершать вибрации с очень большим размахом. И мы слышим очень громкий звук. Вот это явление очень широко используется. Без этого явления невозможны были бы работа наших телефонов. Вот эта чашечка здесь. Ну, на этом я хочу сказать вам большое спасибо. 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 Спасибо.